всем привет это видео в основном посвящено для начинающих для мастеров для каких-то может быть тоже будет полезно на этом видео я покажу вкратце как я разбираю собираю машины на примере умер и в данном случае автомобильчик зашел ко мне на то чтобы ее под аккуратить имеется в виду все надо было разобрать все промазать прочистить проблестить про антикорить замазать швы вот где надо набрызгать антикором в частности применялся тектил вот но и в основном видео посвящено тому как аккуратно разобрать собрать и дабы потом не болела голова что и где откуда почему потому что вот на примере вот этой машины я ее разбила разбирал всю только что не вынимал двигатель коробку и подвеску не разбирала так разбиралась машина вся и когда молодые ребята начинают это делать они даже не подозревают сколько проблем они себе наживают тем что быстренько все разбирают надежде на то что мы запомним где что вкручивалась где что выкручивалась но как правило это все ведет тому что будут потери времени потери качества потом а где что стояло никто не знает но и так далее и тому подобное второй момент значит для того чтобы аккуратно работать разобрать и собрать машину надо знать какие-то элементарные правила типа того что кузовщина когда мы снимаем в данном случае крылья тут капоты бампера и прочее все надо поставить на свои места так как она стояла вот этот автомобильчик не бился не красился как бы ну так повезло хозяину что он аккуратный и разобрать и собрать и поставить кузовщину на свои места я считаю это дорогого стоит и в принципе так надо работать всегда чтобы после вашей работы никому не приходилось переделывать и не было проблем ну и что посмотрим как я все это делаю еще один маленький момент перед просмотром всех сейчас есть телефоны на которые можно снимать если там небольшая какая-то разборка дабы не запоминать кто чего откуда вот проще это снять две три пять минут потратить на съемку потом когда вы собираете вы видите вот этот проводочек отсюда вот этот клеммничек отсюда почему потому что все все знать и уметь невозможно вот советую снимайте дабы потом не было проблем но я вообще стараюсь разбирать и собирать машины так чтобы машина после сборки была такая же как до сборки имеется в виду все болтики гаечки клеммнички клипс очки зажимчики и так далее и тому подобное все стояло на тех же местах откуда это было снято что поехали в данном случае будем снимать крылышки для того чтобы поставить идеально на места крылья я ставлю вот такие меточки во первых прямая линия указан зазор и в данном случае вот эта деталь выступает на 1 миллиметр над этой вот видно да здесь плюс 1 значит выше на 1 миллиметр 4 миллиметра зазор здесь тоже плюс 1 эта деталь выступает на миллиметр выше три с половиной почему потому что вот заводские зазоры не что тут не делалось не разбиралась никогда не собиралась зазоры даже визуально видны как бы здесь зазор вот виден 1 и 8 2 3 3 и так далее для того чтобы идеально поставить кузовщину как она была чтоб не было вопросов вот так вот стали меточки и потом по этим методом разрезе дрынь дрынь ногтем и все кузовщинка будет стоять так как она стояла до разборки в данном случае мелочи но я предпочитаю вот эти нюансы тоже соблюдать как было так поставим назад на то же место фишечки тут на ниссане не жалеют вот таких клипс на защиту они очень противно снимаются но что делать есть у нас съемники с помощью таких съемников все это снимается ну и опять же сразу же вот эти все вещи ставятся на свои места фары открутились болтики на место закрутились то же самое как и здесь бампер открутился вот он болтик на место закрутился вот тут еще сейчас придется отключать вот эти омыватели вот потому что и противотуманки и потом снимать бампер вот как-то так продолжаем дальше разбирать машинку наконец-то машинка разобрана значит все болтики все очки клипс очки весь этот хлам чтобы потом с ума не сходить вот все надо поставить я не заморачиваться мне потом вот не держится она тут эта клипса я ее беру скотчем приматываю и все потому что потом это такой геморрой все это искать кто где стояла что где висела вот когда куча всего ставит лучше все это закрутить на свои родные места чтобы оно было на месте вот и потом уже можно что-то делать чем-то заниматься вот а так просто напросто это все будет сложно теряться будет намного больше времени на все эти работы тут всякие нюансы есть допустим здесь вот по этому месту вот здесь грязи пылезащита вот видно чисто стоит с той стороны ее нету и начинаем потом гадать что как было что как не было поэтому тут как говорится и без этого хватит нюансов всяких с которыми придется заниматься а еще добавлять вот это по разборке сборки себе геморрой нет смысла а учить мать часть чтоб как разбирать машин много и все они разные тоже как бы кто умным назовет поэтому каждый раз приходится на одни и те же грабли наступать вот чтоб этого не было опять же все это ставится на свои родные места а там уже потом там еще по салоне вот здесь надо будет по лишнее потому мыло то есть там где надо он должен быть а здесь все это лишнее надо по отмывать теперь теперь займемся надо оттереть в салоне лишнее там кое-где вот есть вот эти вещи и можно заняться обклеечкой вот а под заклеил здесь чуть-чуть на багажничке тоже и проклеиваем все подряд идеально где кусочками где там не кусочками вот тут не стоит вопрос обешумить так чтоб в машине идеальная обешумка была нет проклеили тут чуть-чуть работает светится моргает переходим к салону здесь работы нам хватит салона закончили все поставил обшивочки на двери все внутренности коврики шмурики единственное чего не поставил это вот подголовники как бы сейчас в наличии нету все собрано все как бы нормально все везде подошло все сошлось все стоит на своих местах как и должно стоять все работает все проверено все нормально